Хакеры взломали Facebook Messenger. Злоумышленники научились не только читать чужие сообщения, но и исправлять историю переписки. Это стало возможным благодаря уязвимости в мобильном приложении Messenger для Android. Как сообщает блок Checkpoint, специалисты узнали о взломе еще в начале этого месяца. И на сегодняшний день ошибку уже исправили. Однако неизвестно, сколько людей успели ей воспользоваться. Глава Facebook пока не прокомментировал произошедшее. Возможно, потому, что он сам стал жертвой хакерской атаки. Злоумышленники взломали аккаунты Марка Цукерберга в Instagram, Twitter, LinkedIn и Pinterest. Ответственность за взлом взяла на себя кибергруппировка OurMine. Хакерам удалось заполучить пароль от учетных записей Цукерберга в одну из украденных и выложенных в открытый доступ баз данных. Примечательно, что глава Facebook, как выяснилось, нарушил главное правило своей же компании – не использовать один пароль на разных сайтах. Кстати, и сам пароль Цукерберга для сторонних соцсетей на удивление простой – да-да-да. Напомним, что ранее в этом году соцсеть LinkedIn отчиталась о 100 миллионах украденных учетных записей, часть которых злоумышленники смогли заполучить еще в 2012 году. Также за последние несколько лет хакерам удавалось похитить пользовательские базы и других крупных соцсетей, в частности Tumblr и MySpace. Несмотря на то, что порталы оперативно реагировали на утечки, попросив своих пользователей сменить пароли, украденные данные по-прежнему могут быть актуальны для других ресурсов. Netflix, Facebook и другие популярные порталы уже начали рассылать письма с просьбой обновить учетные записи тем пользователям, чьи аккаунты были скомпрометированы. Практически одновременно с этим стало известно, что хакер под ником PIS выставил на продажу свыше миллиона похищенных учетных записей ВКонтакте. Большая их часть принадлежала пользователям с почтой на Mail.ru и обладала элементарными паролями 123456 или QWERTY123. При службе соцсети сообщили, что украденные аккаунты давно не актуальны. Их собирали в период с 2011 по 2013 год, а всем упомянутым в ней пользователям принудительно сменили пароли. Однако неизвестны, каким еще социальным сетям могут подойти эти учетные записи. Сторонников кибербезопасности охватила новая мода. Все больше людей заклеивают веб-камеры на своих ноутбуках, десктопах и даже телевизорах, опасаясь взлома со стороны хакеров и спецслужб. На нужды обеспокоенных граждан уже отреагировал бизнес. В частности, стартап Кампач, запущенный еще в 2013 году, сегодня зарабатывает на продаже наклеек для веб-камер сотни тысяч долларов. По словам представителя компании, за три года им удалось реализовать свыше 250 тысяч стикеров по цене 2 доллара 79 центов. Другим примером может послужить фонд электронных рубежей. Некоммерческая правозащитная организация, которая тоже печатает и продает свои наклейки для веб-камер. Комплект таких стикеров с разными фразами вроде «возвращайтесь с ордером», или «я не давал согласия на прослушку этого устройства», обойдется покупателям в 10 долларов. Представители фонда уверяют, что их наклейки пользуются большим спросом, хотя точных цифр не называют. Впрочем, тратить деньги на такой тип защиты вовсе не обязательно. Многие люди, обеспокоенные вопросом кибербезопасности, заклеивают свои веб-камеры обычным скотчем. По признанию директора ФБР, так поступают даже сотрудники спецслужб. Я заклеил свою веб-камеру после того, как увидел, что люди, которых я считаю умнее себя, тоже заклеивают веб-камеры скотчем. Меж тем, мода на заглушке для камер в скором времени может прийти в Россию. В апреле этого года хакер, предположительно из Москвы, на протяжении нескольких дней анонимно транслировал в сеть в прямом эфире видео со взломанных веб-камер российских пользователей, а в некоторых случаях даже удаленно управлял их компьютерами. Предположительно, доступ к ним хакер получил через программу MediaGet, при помощи которой его жертвы загружали видео из интернета на свой компьютер. Сам хакер в анонсе своего шоу советует зрителям не устанавливать подобные приложения, так как в большинстве случаев через такие программы распространяются вирусы. Страх перед взломом пользовательской техники уже укоренился и в массовой культуре. К примеру, в трейлере нового фильма Оливера Стоуна есть момент, когда актер Джозеф Гордон Левитт, играющий роль Эдварда Стоунгдена, обеспокоенно смотрит в сторону своего компьютера во время интимной сцены, подозревая, что за ним могут наблюдать сотрудники спецслужб. А маркетинговая фирма Idea Stage Promotion недавно выпустила брендированные заглушки для веб-камер, приуроченные к выходу нового сезона сериала о хакерах. Мистер Робот.